добрый вечер друзья джеймбокс начинает свою практически прямую трансляцию из лос-анджелеса мы с вами на конференции electronic arts сегодня будут с вами проводить михаил кольбус сергей красников и надеемся что евгений чеботков тоже к нам вот-вот ворвется вот мы очень ожидаем а еще мы очень ожидаем конференцию электроник арсус на которую начинается до этого и дяденька сказал что да все должны уже быть усижены и в общем то я с нетерпением жду эту конференцию конференция microsoft было неплохо но не вообще не сравнимо с конференцией bethesda на которой я имел честь присутствует да на самом деле конференция она за разорвали до разорвали душу просто на кузна кулана прям да на порядок выше чем и и 3 прошлого года многие конференции не зря этот вот лавичка юбилейная выставка и первое первое первый раз бы таза была представлена со своей презентации или первая конференция и это была первая конференция юбилейной выставки то есть они офиге дебютанты так открыли юбилейную выставку что у всех взорвало и взорвались все части тела которые вообще можно только представить интересно теперь чем же ответят другие в общем-то конференции но microsoft ответил разве что гололензом с невероятными своими возможностями и анонсом нового джерс о вор причем просто называется гирс он гир 4 название это очень интересно поскольку форм как-то страницу войны больше не будет будет одно оружие может быть тире на самом деле может быть это по тарелочкам но что пошел обратный отсчет давай как чебатков за 15 секунд успеет забежать как я думаю нет а я думаю что то тоже давай вот 10 секунд мы уже начали надеемся что нам расскажут сейчас сразу что-нибудь интересное я очень жду подробности новой фифы естественно ну и масс эффект и мира сэдж и что самое важное стал wars battlefront все это очень интригующе так ну давайте я присяду и посмотрим трейлер мэд мэкс или это просто у меня такие у меня такие ассоциации как это что-то прям или но у мэн sky какой-то о ассоциации с него воронеже кисть но похоже какие-то планеты виды и на планетную или до масс эффект так смотри-ка смотри-ка это похоже что это масс эффект но увей нет но о лавававававававававававававававававававававагаде погоди погоди ли ты прав я узналю шлем нас афе поехали поехали прям индонеза воронку ну вот здрасте привет о л е да ладно вот это это начало это это просто ребята лес да это то что я просто жду как человек по имени никита перепечен идет уже завтра покупать себе консоль правильно делает все идем идем берем правда масса фиг на кросс поэтому любую бери на самом деле ну да не помешает время время как пейтер говорит свалить и посмотреть но в общем то это обычный тизер особо ну да понятно но здорово что вот мы узнали название масс эффект андромена интересно интересно в празднике 16 года то есть через полтора года в общем то у нас будет очень горящих праздника 16 года microsoft тоже а моносе ровного чего до кнопки пока приветствие у нас добро пожаловать у нас хорошо красивые костюмы зализанные прически кто на грязь си и о эндрю вилсом как обычно все говорят что мы постоянно следим за нашим комьюнити мы первыми общаемся с нашими со всеми подписчиками что называется и твич начинает немножко подлоги но конечно столько смотреть наверняка ажиотаж тем более что да мы уже сожгли на в грк и поэтому начинаются небольшие у нас под вас эффект уже раз к знали чуть-чуть тизер здравствуйте евгений подключайтесь к обсуждению пока что вы здравствуйте вели не допустили много вырываетесь включим рассказывает что хорошо и кризисов не трону это самое главное мне кажется какой-то простой еди он говорит что в современном мире всегда нужно у меня не ходить время для игр мы живем живем и герой это прям все заброты такие снизу пускают и так чтобы иммерсировать вас в новый мир а чтобы вызвать у вас самые глубочайшие эмоции и погрузить вас в мир вашего воображения мы создали нечто такое что связывает у нас со всеми вами следующие несколько минут вы увидите 3 оригинальных айпи вот это погоди-ка тихо 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 это серьезно вообще заявка тут сразу три то ни одной тут тут так король как камон какой мир уже дальше это не оризон так ладно и что понятно тихо тихо подожди конечно же star wars конечно же star wars пока ничего удивительного кроме трех оригинал айпи но что-то мне кажется мы могли неправильно понять что-то мне кажется мы могли неправильно понять похоже на мобили что-то вы что-то построить построить свою базу наверное как и у только star wars такой tower defense ну на самом деле сейчас немножко стандартная часть когда выходят люди начинают говорить какие-то замечательные студии много общих красивых фраз которые абсолютно не несут никого под текст ну то есть да это часть конференции надо потому что не за 20 минут просто тупо выйти показать все трейлеры выйти можно же растянуть а вот это было бы динамика а вот это бы просто а просто было бы обидно людям которые сидят в зале они понимаешь стояли три часа на жаре в очереди зашли посмотрели 20 минут трейлеров и все как бы а тут ну это уже общение с аудиторией то есть ты чувствуешь что ты часть вот этого всего все все общение закончилось посмотрим что нам пошли жаришка начинается не форсит да верно стиль это главное смешно если они сейчас такие приезжают просто на поле а это на самом деле фифа неожиданный трейлер почему бы нет понятно есть никакой меньше похоже на трейлер он скорее фильм о чем игры пока да прям очень очень круто уклон в синематику это ну да многие теперь приписывают футаж там ингейм то есть вот это вот взято надеюсь если вот эта графика тогда это да ну это понятно что ты заниматель но да наверное на движке естественно немножечко вылизанном но сейчас уже удивляться какому-то суперграфону в таких роликах уже совсем уж не очень информативно честно говоря надеюсь покажут сейчас какой-нибудь геймплей хотя бы вот как хотелось бы конечно очень хотелось не и по и господи мы все понимаем и так чем вдохновляется на одном это же полностью перезапуск я понимаю ну как обычно сейчас почти любая играет уже третий год подряд так но это будет супер ультимативная версия Need for Speed как обычно мы к этому шли все 30 лет разработки бла-бла-бла да интересно если бы они добавили что-то принципиально новое но пока мне кажется там вот если судить пока из той информации что есть замедление времени да замедление времени стрельба или да нет конечно это все это все не то нет нет ну что-то совсем новое да можно было на третий год действительно какую-то хотя бы ну нет мне кажется игра про гонки над одной с игрой про гонки все таки хотя если это не for speed и они делают опять уклон на уличный стиль то возможно какую-то ночную жизнь можно представить как разнообразие да нет здесь же машина ну как бы гонка все таки про тюнинг про крутые тачки про гонки это уличный ночной рейсинг это всегда это целая субкультура это не только тачки это еще и телки и клубы там и репчик и все такое и тусовка самое главное то есть ты как-то можно было попробовать самое главное собираешься на пятаке например ты когда был в штатах и вот был на таком мероприятии? нет нет ни разу ты никогда к лоурайдерам не захаживал? да ладно вот эти вот классные ребята в белых горьбах слушайте зато я был на рестлинге окей на самом настоящем вот это я ВВЕ там да вот это вот все ВВФ нет ВВЕ ВВФ надо старать ВВЕ ладно не судьба почему-то написали Star Wars Battlefront на фоне вот этой замечательной машины и интересно что бы это значило или мне показалось Анакай что это значит? Speed Hunters ну в общем-то ничего нового опять Анакай может быть они лицейские на сумку купили машину ну и чего ну и чего ну и чего ну было это все уже ну все это уже было надеюсь что это будет круто потому что я очень жду правда? да конечно обожаю обожал Need for Speed как раз когда он был про стрит-рейсинг да это были хорошие части underground да 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 и прям у меня самые теплые воспоминания с этими играми и если они попытаются создать ту атмосферу это будет круто это будет круто Need for Speed вообще в принципе очень популярная гомка на самом деле она такая аркадная с этническим паромом футаж наконец-то кодом и поэтому давайте глянем под снятые при альфа под снятые ролики это ваше совмещание при альфа не очень мне конечно нравится в игре когда так делают но в принципе для опять-таки поддержания этой атмосферы это всегда в серии Need for Speed смотрелось неплохо потому что там довольно часто использовались вот эти все актеры очень колоритные вот эти вот разговоры как будто это ты от первого лица да да и прям тебя накручивают перед гонкой заряжают тебя на битву мне кажется да это очень круто видели это прям супер это прям супер это было очень неплохо вот это мне понравилось да графонище уже даже судя по скриншотам было видно что будет ой-ой-ой графончик то нормально завезли ну судя по при альфе вот это вот кастомизация это то как раз о чем мы мечтали тогда подбирая вот эти сумасшедшие спойлеры как раз хотелось чтобы можно было прям все вообще потрогать ты не заметил сколько мест которые можно модифицировать да да крыло вверх нижняя часть право-лево ну а как если не так использовать возможности новых мощностей платформ нового поколения только конечно за счет супер кастомизации потому что уже вширь некуда развиваться поэтому идет развитие вглубь что очень верно ну и надеюсь что мир будет довольно большой и открытый сам я надеюсь что будет как в андеграундах как раз таки как сейчас сделано как во втором да как сейчас сделано в общем то по аналогии в горизонте форзе то есть открытый мир где ты ездишь выбираешь гонки вот это круто этого не хватало и красота я прям вспоминаю как начинался на аналогии даже цветовая гамма похоже блин очень ну смотри прям яйцо спит классики лучших традиций звук турбины тоже надписи на заднем стекле спасибо деду трофейная все есть слушайте ну если она будет так выглядеть да конечно будет прям футаж тем более в реалку футаж просто понимаешь это такой страх небольшой после некоторых игрок появился с годами и очень боязно за новые игры всегда когда ты смотришь такие красивые ролики мы будем надеяться что хотя бы на ПК будет возможность выиграть до такого а вы на чем обычно играли на руле чем управляли рулем стрелочками по классике я тракторил естественно у меня геймпад появился как будто и вообще рули это такая тема не каждый может позвать тем более в кисте я уже видел раз в жизни наверное тем более чтобы поиграть да такой случай абсолютно все как там в Казахстане это было с детства пожирнее я на роль не играл там еще сделали из кости какого-нибудь коня коня козы нет ну такой бодренький музон хороший хороший трюлер это уже поинтереснее так что джем просят сделать погромче сделать погромче все или трансляцию просто чтобы нас не перевели ух какой сочный так это Star Wars да 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 Star Wars это Star Wars The Old Republic get ready something new is on the way our fans have told us exactly what they want more Star Wars кто-нибудь играл в онлайн Star Wars я пытался я пытался и в принципе если ты прям супер фанат скучаешь по которую то наверное да можно это потратить какое-то свое время но это типа история как стес онлайн то есть это для фанатов да здорово все красиво и так далее но это ммо а ммо а ммо онлайн у меня просто не хватило бы времени играть во что-то еще сессионное каждый день или хотя бы раз в неделю даже именно по этой же причине я не играю каких-то танков или еще такого подобного рода и пока нам рассказывают то что много нового они собираются добавить какие-то новые квесты выделять внимание истории рассказываемые в игре несмотря на то что это онлайн и собственно это видимо какой-то dlc они только что анонсировали которая будет рассказывать про рыцарей упавшей империи ну пока меня это завораживает чуть больше чем Need for Speed если честно ну это же звездные воли вот этот вот такого графона к сожалению мы точно не увидим в Star Wars The Old Empire но там главное это не в этом там главное в атмосфере видимо они будут рассказывать историю двух братьев-близнецов которые вместе росли а походу один в конце станет ждем второй сифон так что или почему они вместе пока нет конфликта хотя может быть в какой-то момент они осознают что типа слушай а почему все это время я был черным а ты в белом что-то здесь не так а нет вот это поворот блин круто круто но я ничего не понимаю да подожди зачем что-то понимать это просто пока круто выглядит выглядит да здорово я уверен что фанаты уже все поняли ну если есть такие люди в комментариях напишите нам пожалуйста да 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 ну что ж это клево не знаю мне хочется разобраться просто хорошо вот скажите есть такое ощущение типа ты хочешь узнать что там у них и поиграть возможно вселенная слушай там чтобы разобраться да возможно это попрягаст какой-то толчок не очень естественно и так battlefront выйдет позже это он имеет ввиду позже чем вот этот dlc ну точнее обновление наверное так это будет ну надеюсь что не будет переносов я ведь осень я уже жду носил battlefront конечно же все начинается с геймплея ты просто гений парень ну это уже раньше тоже говорилось и в общем суть в том что будет будет делаться упор на баланс такой чтобы и скилловые и не скилловые игроки могли более-менее играть вровень на одном серваке ну чтобы не было DOMINATION и вот этого всего чтобы у нубов и там не знаю у людей которые не по 10 часов в день будут играть а по часу в неделю там когда время есть свободы чтобы им тоже было приятно зайти и как обычно вот в онлайн шутерах не понять что как бы откуда меня убило да все мне тут нечего делать надо либо сидеть и дрочить либо не делать ничего так что здорово потому что как раз сенсионный геймплей меня привлекает тем что в него можно играть чуть-чуть для фифу могу поиграть там пару дней и забыть на неделю про нее и я вернусь туда и ничего не изменится я буду продолжать играть в фифу то есть я понимаю то что не произойдет ничего страшного если я потеряю немножечко скилла так что нас дальше ждет удивите нас дорогие я пожалуйста там же три новых IP я все жду очень так это как похоже на LittleBigPlanet да я хотел сказать LittleBigPlanet но оказывается Unrival это было название игры Unrival ну что же пока непонятно хорош хорош трейнер заинтриговал даже не хлопает никто потому что все удивились и не поняли что произошло а что ждать ну видимо это был не не тизер это было просто застава человек вышел который увидел так ну Мартин конечно да я увидел видимо это будет какой-то квест потому что слово Unrival это же значит чтобы раскрыть разгадать тайну какую-то платформер скорее всего какой-то по крайней мере в Северной Швеции находится студия которая занимается наработкой вот татуха у него знатная на левой руке обратите внимание вот это вот человек зебра да может подсказки итак какие-то интересные арты нам показывают ну вообще выглядит красивенько мне нравится атмосферно да это платформер в котором ты шерстяным вот этим котеночком видимо будешь играть я был прав я был прав от самого сердца от сердца в душу котейка ну это был котенок ну скорее девальонок какой-то мне показался ну у него уши такие были здоровые да как у котенка у меня просто у друга котенок все живет у него такие же уши по отношению в голове у нас два больше чем должны при чем здесь его детская фотография мне интересно просто я всегда ухаживал в детстве за этой девчонкой ну что кто теперь дурак я на сцене у меня посмотрите это будет как платформер квест нужно будет быть креативным думать ну в общем заниматься вещами которые нравятся услышать да я же сюда не только поболтать пришел что перевести для наших слушателей да он будет как человек его паук раскачиваться на своих этих ниточках и в общем то это будет видимо главная фишка гейтлея что он будет использовать вот эти свои составляющие себя а он будет уменьшаться интересно хороший вопрос да можно ли будет его распустить но это какой-то как будто инди-разработчик практически которого сейчас очень много взяли себе под крыло ну да сейчас очень много инди-разработчиков которые ну проект вроде как интересный такой как раз для молодой аудитории да не только погоди если это хорошей платформе женской аудитории он визуально я сейчас беру чисто визуально ну брутальный мужик вряд ли скажет посмотрит ух ты как классненько да нафиг за вор пойду это играть ну то есть игры должны быть разные это правильно посмотрим похоже на лимбо кстати да только в цвете и собственно в небольшом два с половиной д скажем так здорово динамичный очень симпатично главное вот это как раз важно для освоения новой аудитории вот это это собака мне нравится такие игры где есть такой юмор с людьми идеально играть например или с людьми которые об играх мало чего понимают и которым вся вот эта стрельба которая слушайте давайте не будем торопиться насчет детей это только середина трейлера сейчас кровище разорвет его попала да нет вряд ли тогда бы я точно поиграл в игру особенно вот если бы сейчас да ту 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 не ну это очень хорошо по крайней мере выглядит и если верить этому трейлеру то это должно быть очень интересно действительно какие головоломки платформер на нее просто даже приятно смотреть она очень красивая красивая палитра то есть можно даже будет ребенка своего садить рядом и играть самому например да а он пусть смотрит с братьями даешь им джойстик который не подключен и сидишь сам играть или так да слушайте он же расплетается на самом деле интересная игра может быть заключается ну что очень мелотично я бы поиграл честно мне интересно попробовать как минимум стоит я думаю да я QUEEN предозреваю что выйдет он на всем нашел так возможно так 80 MMГОД это же зомби vê-сланс да 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 Уже анонсировали вторую часть на Майкрософт, но решили повториться. Видимо решили немножко пофорсить. Или может быть здесь рестлинг и зомби, смотри как он. Да, это было бы неплохо. Сейчас он возьмет стул и по хребту кому-нибудь зарядит. Эй, братишка, тебе пора идти. Какая-то забавно это. Моя очередь, иди играй в Майнкрафт. Зомби везде говорит, поэтому, ну да, абсолютно хороша. Ну да, в общем-то, как мы сразу догадались. Решил я зайти, короче, из козырей, в отличие от своих конкурентов. Считывая как началась, я здесь как девочка. Нет, как сейчас началась интеллиграция. А, ну да, нет. Ну там был такой, сколько дизель. Я даже ничего не успел понять, потому что это было полминуты и про это ничего не сказали вообще. Да, я жду очень, что сейчас нас пояснят. Ну, в общем-то, вот это дело начальное обязанное. Я думаю, нет, конечно. Это же был просто вступительный ролик. По-моему, ни слова даже не было сказано. Да, не было, это было приобретено вступлением. Значит, ну это было бы слишком каландрами с их стороны. Ничего не объяснить. Я думаю, что рассказывать про Плэнс Версус Зорбис, я думаю, бессмысленно. Да, все знают прекрасно, что это такое, все знают прекрасно, кому это нужно. Целевая аудитория есть, тем более, если будет вторая часть. Во второй части будет все еще лучше, будут новые abilities. В своем время мы, кстати, угорели. Она же действительно веселая. Я так скажу, да, мы редакция, когда она тут появилась, довольно-таки угорели, даже были трансляции. Это довольно интересно, весело. Ну, недолговечно. Не скажи, Паша недавно же пару выпусков отлайн назад рассказал, что он до сих пор заходит и играет. Она потому что с легким вхожением не очень легкие, она милая, это может в любом моменте в щите поиграть. Что тут не нужно постоянно задрачиваться, чтобы хоть как-то нагибать. Тут можно заходить, когда у тебя есть пару минут, отвести душу, скажем так. Зомби-завод сделал зомби-робота. Комментируй продолжай, мне нравится. Серьезная заявка. И растения со своей секретной шпионской операцией пришли, в общем, видимо. Да, да, да. Все их планы нарушить. Вообще интересно, как создатели франшизы вообще дошли до такого, что растения противоставляют зомби. Я тебе объясню после трансляции. Ну, я понимаю, да, растения и убивают здесь главные два слова. Видимо. Видимо так. Подружи по объяснению. Ну, наверное, настолько же необъяснимо, насколько необъяснимо феномен популярности игры, в которой птицы убивают свиньи. Поэтому, в общем-то. Ну, как, кооператив на четырех человек, соответственно. Нет, я же говорю про франшизу в целом. С чего все началось-то? С мобилки довольно незамысловатой. Началось, да. Это новее на популярность зомби. Решили, да, просто вместо людей поставить растения. Ну, да. А почему не котиков? А почему не котиков? А почему не котиков? Котики популярные. Представляешь, зомби против котиков, это сразу уже как-то так. А растения не жалко? Да, да. Сразу картофель. Кому-то интересно. Что там будет початку? Ну, может быть. Ну, просто очень интересная ниша, кстати, растения. Потому что там столько градаций можно... Растений больше, видов растений больше, чем видов котиков. Правильно? Хотя бы даже исходя из этого, мне кажется. А видов зомби? Ооо. Их вообще неограниченное. Как хочешь, так и пили. Нет, я думаю, виды зомби ограничены видами людей. Они же не из пустоты. Сейчас нас еще за расизм опять нет. Что это, этот зомби? Зомби трудно назвать расой. Зомби это скорее вторая стадия жизни человека. Эволюция. Пост... Постэволюция. Постмортальная стадия, скажем так. Так, ну в общем-то мы сейчас видим все совершенно стандартное такое. Так, притворился бочечкой а-ля МГС, никто не заметил. В забавном стиле. Ну то есть, да, для детей, как бы, в принципе, для взрослых, которые не хотят напрягаться. Которые не хотят приходить, у них один час работы, они не хотят заходить в Баттлфилд и сразу работают просто. Так потому что в Баттлфилд ты вот именно просто так не зайдешь. Ну да. А это что-то такое. Я бы даже сказал, что это... Ну, действительно, на мобилке можно чуть-чуть и выпускать. Ну, опять же, вот эту билеточку. Так, а это что? Какой-то бустер? Супербустер. Опа, опа. Здравствуйте. Гига. Торчбуд. Видно, что импсы будут нужны что-то немного больше. Ну, интересно, что же они противопоставят огромному факелу. Ага, робот. Опять Titanfall. Ну, кстати, зря. Вот Titanfall 2 я бы глянул. Кстати, да. Это ведь уже факт, что он будет на всем. Да, прям уже факт. Ну, вроде как анонсировали уже. Или, по крайней мере, говорили, что скоро анонсируют. Ну, то есть были новости. Нет, да. Я не буду врать, я сейчас не вспомню. Пацаны на районе говорили. Да. У нас район большой. Москва. Райончик. Итак, парень. Ну, что-то очень долгий, мне кажется, трейлер для игры. Это гейплей, конечно. Это гейплей, конечно. В своем стиле я бы так сказал. Я бы лучше бы 10 минут FIFA посмотрел новый. За женщин? За женщин. Как они бегают? Ну, мне просто интересно, кроме женщин хоть что-то там будет новое или... На 3% реалистичный мяч пинают, я не понимаю. Ну, слушай, каждый год что-то меняется. Чуть-чуть, но добавляется что-нибудь. Мне интересно. Может, они добавят эффект, игроки в усталости начнут сплевывать. Реалистично. На поле. Начнут плевать. Ну, правда же. Но это есть в реальном футболе. Что, как бы... Я на самом деле страдаю от того, что... Ты этого ждешь прямо? Да. Отплевали еще. Я страдаю от того, что нет темной стороны футбола. То, что нельзя кого-нибудь укусить, нельзя симулировать, нельзя... Подраться, подраться. Нельзя. Кстати, это можно было подраться. Хотя бы кому-нибудь под ребро было локоточком, пока судья не видит. Но это же... Это же насущный футбол. Это то, что там есть. Глупо от этого акта ищут. Они никогда не введут в агрессию. Да. Я это прекрасно понимаю. Как в Mortal Kombat. Для каждого персонажа свой кукот. Да. Покупаешь, короче. Для Суареса. Зная электроникарты, ты докупаешь, и они кусаются, дерутся. DLC, Season Pass. И, например, сделать... Понятное дело, что, наверное, еще здесь возрастные рейтинги как-то замешаны. Но, например, взять, выпустить FIFU обычно 0+. А в виде DLC добавить фаера, болельщиков, выбегающих на поле. А на DLC поставить 18+. Типа, FIFU играйте все, а вот это уже, типа, только... Это интересно. Проблема сейчас выскочила почему-то плашкой в Battlefield Star Wars. А он постоянно, она постоянно выскакивает, я не очень понимаю почему-то. Это у Фима, господи. Возможно, он про нее рассказывает, если их послушать. Может быть, да, может пропустить. Нет, пока вещь только зомби против России. У всех подлагивает чуть-чуть. Нет, у нас, друзья, не подлагивает, честно говоря. У нас, вроде, она хорошо идет, как ни странно. Подлагивает в каком плане? Так, смотрите, опять Spring 2016 года на все, в общем-то... не заявлено на 360 и после 64. В общем, работали напряженно, чтобы сделать его более динамичным, сумасшедшим, абсурдным. И они, че ли, не упор прям хотят сделать на меня. Ну, спасибо, я увидел тебя в Zomber Via. Что ж, ну, будем посмотреть, как говорят, в личности. Это только российские дети играют в Dota и в CS. А в Америке, я думаю, дети как раз рубятся с удовольствием. Ну, это та игра, которым родители могут, в общем-то, купить своим детям. Да, это только из трюба и какая-то самая... И милая, и без крови, без всяких там каких-то явных убийств. Да, но и есть эффект соревновательных. То есть, ты можешь нагибать и писать в чат, и все так. Ну, я думаю, не стоит объяснять, что тут сказали уже можно и на диване вдвоем играть, там и так далее, и скрины и так прочее. Поэтому, все, ну что ж. Глянем, как выйдет, ждем. 16-й год, все пока в 16-м году. Да, либо Spring 16-м. О, началось. Я могу идти сейчас от Чебатков, в общем, да. Слушайте, у нас трансляция пикселит, но даже потрясающий графон сразу бросается в глаза. Ну, качество, да. Новая система освещения, походу, у них. Потому что не было такого великолепия в 15-м году. Ну, боюсь, сейчас они нам зачешут на полчаса, аж все спортивное. Я рад этого пришел, а я как-нибудь тоже. А я, смотри на это. А я как ни странно. А что ради другого, понимаешь? Про то, что показали полминуты и молчат. Да, и про Минусейш, который тоже лишь вы вообще не показали, допустим. Ну, это тоже забавно и интересно. Ну, ладно. Хороший Нихаэл вообще. Вообще. Мне так расстраивает, что у меня нет консольного поколения. Вот исключительно из-за того, что не могу играть в НХЛ. Ну да, вообще, НХЛ, конечно, все спортивные игры, они заряжаются. Вот смотришь, особенно, вот такие динамичные, как НХЛ. И прям хочется самому сейчас встать тут так вот. Давай! Потрясающе. Почему FIFA не за такой графон сделать? Да уж. Ну, понимаешь, канадцы, понимаешь, они как бы... Им на сокер такт. Видели, какая борода? Видели, какая была мощная? Это так круто. Круто. Молодцы. Теперь расскажите нам. Айлендерс. 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 Парижmazн. Парижа перенесла нас на поле для Гольфа. И там тоже хокеристы сейчас. Гольф на Фростбайте, это, кстати, неплохо. Я вообще бы все игры делал на Бросбайте, они очень нравятся. Хотя Ignite, в принципе, для спортивных игр тоже неплохо справиться с задачей. А вот вы играли в гольфу спортивную? Пробовали вообще? В эту или Эвер? Не, ну Эвер. Конечно, у меня был даже любимый гольф. Все время, 2000 года от Microsoft. А я, в раз, играл в настоящий гольф. Ну и на Ви я много провел время. В Казахстане настоящий гольф. Нет? Нет. В Казахстане настоящий гольф. Казахстан какой там? Там не может быть настоящий, там травы нет. Эй, братан, есть! Братан, есть! Ну для кольфа нашли бы, ладно. Так, вот уже. Так, что-то про ультимати. Не, для ультимати. Не, 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 там был про ультимати. Это хоккей ультимати. Худ и футкуль. Ну хоккей выглядит потрясающе. О, Мэддон тоже неплохо. Так. О, я вижу сразу три новых, новых идей. Круто. Вот то, что сейчас я видел, мне очень нравится. Я мечтал, когда добавят стрелочку, которая указывает, куда у тебя стик смотрит. Чтобы можно было мануалом играть не вот так вот, как больной, смотря одним глазом на стик, вторым глазом в монитор. А полностью концентрироваться на игре. Так что круто. Вот этого я очень ждал давно, потому что это футборный пес, например, это есть. А в фифе это было, почему-то, как в тренировочных регионах. Так, NBA Live 16. НБА теперь у нас пошло. Говорят, что это очень экспрессивный спорт. У нас модные ребята в очках без диопы. А вы знаете, что баскетбол тоже придумали в Канаде? Как хоккей. Так же, как хоккей придумали? Да. Но расскажи, это в Беллину надо. Да нет, нет никакой Беллины. Просто, типа, у всех ассоциируется Канада только с хоккеем. Но на самом деле там еще и придумали баскетбол. Вот, это вся история. Придумали, а как? Кто-то бросался как в европейском футболе, отрубленный головой. Учитель физкультуры. Школьный учитель физкультуры. Который сидел и скомканный листочки бумажки в муторное ведро бросал. У меня была такая идея, чтобы было бы установить гвоздь с чляпкой вниз, чтобы он и стал стоять на большой высоте. Ну, типа, там... Вот! Да. И это, типа, был какой-то прикол. А потом переросло постепенное использование мяча для всего этого. Гвоздюшки и кольца. Так, пришел какой-то баскетболист. Баскетболь-чага. Видимо. Или репер. О, вот об этом я... Во всех экспортивных симуляторах, где есть режим... То есть они хотят... Сейчас, блин, вообще, если это да, то это бомба. Ну, посмотрим, насколько точно получится воссоздать эту скульптуру. Что-то, знаете, стрелы, как в старых. Вау. То есть ты можешь добавлять свое лицо в игру, получается? Секундного сканера это неплохо. Нет, такая возможность была еще в NHL 2000, но это было все очень кустарно, естественно. А здесь прям... А здесь прям 3D-сканер. Да, вот так сканируется. Супер. The Hoop Guard на сленге переводится как защитник кольца. На сленге. Со сленг. Влеброн. Так, сейчас курить как раз. Хубгард и сейчас будет ему ставить блокшоты. Нет, буду бросать 3D-сканер. Но тоже неплохо. Так, только в NBA Live вы увидите вот это. Да нет, в NBA 2K я тоже видел такие штуки. Как смена прически и штанов. Ну, давайте перенесемся на кортку. Ну, если это ингейм, то это круто. Ну, что-то я пока сомневаюсь. Много играли вообще в NBA? Всю жизнь. Мишанка по NBA-то угорал, да. Я продолжаю угорачать. Это вообще по спорту у нас. В одного я вообще как бы не... Я играл часто, но против реальных людей. В последнее время играл в 2K, потому что NBA-то я закрывался, потом возродился не очень. И вот сейчас я уже наконец-то вижу что-то реально, что хочется видеть в игре от Electronic Arts. Потому что в плане анимации, Motion Capture и всего прочего, как раз 2K опережал вот эти попытки Electronic Arts возродить серию. Возможно, в этом году наконец-то достойный конкурент выходит у чешных разработчиков. Что ж, посмотрим. Круто. Выглядит все очень здорово. Если вы действительно геймплейное все, то конца по. Ничего не могу. Удобное управление. Ну, вот это. Тактические заготовки, естественно. Все мы знаем прекрасно, что баскетбол одна из самых тактически сложных видов спорта. Здесь миллионы тактических заготовок, как в американском футболе, которые тоже можно выбирать перед тем, как их разыгрывать. И тут каждый баскетболист должен знать свою четко роль. Поэтому, когда это создают точность в игре, это всегда здорово и передает именно реалистичность. Например, в NB22K я играл с удовольствием карьеру игрока, то есть не переключаясь между партнерами, а за одного чисто за себя. И там всегда интересно играть. Даже если до тебя мяч во время атаки не дошел, то все равно можешь сделать что-то супер-крутое, как, например, сделать неожиданный заслон, или там поставить блок-шот. Ну, то есть всегда есть все, чем заняться. Нельзя расслабляться не на секунду, в отличие от того же футбола, когда ты есть нападающий, ты можешь хуить пока. Все оборонят. Обещают стабильный онлайн, игра с друзьями, но это как обычно. Спорт без друзей, в общем-то, это такое занятие. Хотя в последнее время меня спортивные симуляторы радуют и тем, что даже против АИ в них, в принципе, играть интересно. Йоу-йоу. Ну да, это прям круто. И я надеюсь, что не просто так они сейчас показывают вот какой-то закрытый, уже не работающий корп, потому что я надеюсь, что какой-нибудь режим стритбол или что-то. Ну да, намек на это определенный был. Вообще, я вот так что вспомнил, что Electronic Arts, пожалуйста, если вы меня слышите, сделайте новый фестер. Я так мечтаю в этом. Вот. Месседж мой прост. Вышла девушка, рассказывает нам теперь про цифры. Поэтому давайте пока обсудим. Как вы думаете, стоит ли ждать что-то еще? Сколько мы уже в эфире? 45 минут. Значит, осталось минут 15-20. Да, не по полтора часа сейчас. Да. В Бетезда была час небольшим. А вот Microsoft на полтора часа. а кстати, они про Windows-то рассказывали что-нибудь? Ну, они так, сквозь на самом деле, это тоже хорошо, поскольку это не конференция Windows. Эта конференция про Эги, в первую очередь. там было, естественно, что-то упоминалось про совместимость, что я с Xbox One и Windows 10. Нет, это уже прекрасная история. Это уже известно. Кстати, ну, все-таки давайте мы сейчас больше застрим на Electronic Arts. Посмотрим, что нам предлагают, в общем-то, на мобилочках. Короче, но новые IP мобильных устройствах Galaxy of Heroes. Будет много героев, которых мы знаем и любим. А что за GameCube? Вообще, максимально все перемешано. Мобильные устройства, чтобы можно было везде, всегда играть, чтобы они в дороге. Ну, в общем, мы правильно делали. Galaxy of Heroes Star Wars. Ну, я надеюсь, это не какая-нибудь чушь, типа, Point of the Week, типа, найди объект. hidden object. Слышно, я везде терпеть не могу, потому что. Ну, то есть, это не игры, это игры. Да, я в 6 лет развлекался, но это, две картинки, найдите 10 отличий. Я очень любил. Все любили, мне кажется. Немножко уже не серьезно. Миньоны. Мобильная по миньонам. Так. походу, City Builder, как Аля Симпсонс, Hit and Run. Слушайте, вам нравятся вообще миньоны, вот как идеи, вот как... Мне даже снова не нравятся. Я тебе так отвечу. Я вообще, просто я не знаю, кому они нравятся. Слушай, ты знаешь, я знаю таких, как женские личности, они вообще прутся с ним. Видимо, потому что они маленькие, миленькие, какие-то глуповатые. Ну, то есть, как... не знаю. Но я не понимаю. Это же французские, да, изначальные ребята? По-моему. Я их первый раз вообще увидел. Вот в «Гадкий я», кажется. Да, они откуда есть. Это и есть прородители. Это как пингвины из Мадакаскара стали тоже отдельным мимом. Ну, я не понимаю в этом прикол, сейчас, ну, хотя я могу понять. Да нет, они забавные. Титаник, правда, причем не очень понятно. Где Ди Габрио, там он в куче. Ну, просто всех уже белка из ледникового периода утомила, как вообще-то, все остальное, поэтому придумали новые, точнее, взяли новых персонажей. Ну, для меня, не знаете, вот как-то, почему-то в одном ключе, как если бы, типа, гиньоны, а саундтрек от PCI'а и всю игру звучит «Gunman Style». Ну, что-то такое, знаете, заезженные уже непонятно, кому нужно. что-то такое. Так, это мобильная, да, версия? Мобильная, ну да, да. То есть, ты для них что-то строишь, да, это... Бармен. Ну, какая-то веселая ферма. Как скажем, да. О чем речь? Фри-то-плей, естественно, там, с монетизацией, все дела. С пеймолами. Ну, все как, да, все как все любят, я так сказал, кроме вас. На самом деле, очень многие люди такого, в общем-то, ценят и, я думаю, оценят. Ну, это таймкиллер такой стандартный, да, я думаю, что если человек любит... Ну, то есть, я как минимум уже знаю двух девушек, которые вот это точно возьмут, я бы так сказал. Как минимум, уже сейчас. Ксюша и Ксюша? Нет, вы их не знаете. Наши Ксюши как раз-таки навряд ли, а так... Там еще и какое-то оружие. Сим Сити про Миньонов. Прям классические таймки подали какой-то такой. С мини-играми даже, походу. На мобилочке. Ну, выглядит круто. Несмотря на то, что это мобилка, трехмерная полностью и мило на весло. Пожалуйста, человек-миньон. Сам похож слегка. Ну, давайте уже чем-нибудь прям порвите меня. Ууууууууууу. Пеле. Ладно, допустим. Пеле. Вот уж кого не ожидал. Если бы не миньоны, если бы не миньоны, я бы никогда не начал играть в футбол. Играйте в миньонов И будете великим, как я Ну да, дух захватывает иногда В некоторых моментах футбола Этот человек абсолютно прав Нравится мне Старый, сзади Единственный футболист в мире Который выиграл чемпионат мира трижды Причем выиграл вот таким образом В одиночку Каждый раз за новую страну Кстати, в то время Нет, но в то время это было возможно Потому что были прецеденты Когда многие игроки Играли за как минимум две сборные Ференс Пушпаш, например Он сначала начинал за венгерскую сборную Потому что он вендор А потом он взял, поменял гражданство на испанское Когда стал играть в испанском чемпионате И стал играть за сборную Испанию Нет, что это неспокойно Раньше это было нормой Что ж По-моему, в испании Я точно не помню Ооо, Пиле прилавит! Ничего себе! А мне кажется, он живет просто в Голливуде где-нибудь Идти был недалеко Я думал, ты сейчас скажешь Где-то у них там живет В трейлере Выпустили его наконец-то Не, круто Позвать Пиле... Ну, блин, я не знаю Просто так Пиле не зовут как бы Ну да Посмотрим, что скажут Это прям... Ну как бы, ну вот реально Давайте Давайте У меня будут проблемы с Дикси Потому что все мое лицо Он имел разум При Меди Пиле Ты недавно был в Нью-Йорке И что-то там всем интересное рассказал Расскажите-ка нам еще раз Он говорит спасибо какой-то своей футбольной семье Видимо, семье всех футбольных фанатов мира Ну, футбол большая семья Как вы думаете, если бы сейчас сюда Месси, допустим, вышел бы Был бы такой же фурор, даже Адаш? ФАЙТ! Или кто... Не, ну вот один бы кто... Что бы было лучше? Сейчас бы или Пиле, или какой-нибудь Месси То есть из нынешних звезд Понятное дело, что, наверное, Визга было бы больше Но духовности, духовности было бы намного, конечно, меньше Да Я вот, например, смотрю на Пиле И я не видел вживую, как он играет Естественно Это видели только мои родители Но именно благодаря моим родителям, точнее отцу Я стал увлекаться футболом Следовательно, все равно все связано Не очень хороший английский у Пиле Поэтому половину фраз я не могу разобрать Ну, в принципе, я уверен, что он говорит Я думаю, что он говорит, как обычно ФИФА любит рассказывать про фейерплей, ноу-то расизм Вдохновление большой комьюнити Вас сейчас ждет такое, что вы вообще никогда этого не видели Женский футбол И на гугле Что? Он? Где мой ланч? Отличный Покормите меня, мы обещали, что если сюда привезут Когда я играл, мы баб даже на стадион не пускали А тут На поле Ну, да Он в курсе, что он есть в FIFA Версей на Xbox Да, там же есть легенды А, легенды Он много через себя забивал голов И был мастером вообще воли и шока Я так не понял, он консультировал что ли FIFA 6 Я тоже пока не понял Или он просто так пришел рассказать, какая это футбольная судьба Насколько я понял, что он прибыл совсем недавно в Нью-Йорк, где ему продемонстрировали И вот он рассказывает о том, что совершенно другие ощущения от того, когда ты видишь игру и от того, когда ты играл еще В 1836 Была большая битьга В 1836 Была большая битьга В 18 hair Head 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 — Вы басикл? — Правильно. — Кенту начата! — Может, пели австрийец, на самом деле, не броди. — Что ж, нас подготавливают к тому, что сейчас мы уныдем. — Что у нас? Так, поставлю. — Но он, видимо, говорит о вот этих впечатлениях, когда ты выходишь на поле, когда ты готовишься добить штрафной, когда ты ставишь мяч на Афмер. — Смотрят миллионы зрителей. — Да, вот это волнение, сердце в сумасшедших колодицах. — Это всё, что приносит тебе игра, да. — Отлично. Я говорю, опять же, эта идея, зависит от ситуации или ситуации. — О, да. — Это может быть единственный момент, а может быть все сильное. — Да, зависит от момента. — Например, я имею в виду. — Важен момент, что момент может изменить всё. И, в общем-то, они абсолютно правы. Один момент может принести горечь о поражении или радость победы. Где, как ни в спорте, собственно, об этом знать. — Сейчас бы Александр Пуганов. — Ну, он бы рассказал, я думаю, Павлу пару каких-нибудь закулисных историй. — Я помню, как он с пиле в сауне где-нибудь сидел на Олимпиаде в 80-м. — Какого? — Я был 15 лет. — У меня с галка. — Я там была, и девушка из Свойды, в этот брон High School, которая началась твердо кушать на моё пальто. — Я не сложно понять, что именно мои другие игроки. Потому что мы были интерпретарей, и она была иная. — Подопростоятельность. — А зря. — Расскажет истории про шведок. — Про каких-то блондинок. — Касолки. — А, то есть про пати. Она не верила, что он настоящий, думала, что это его. Или он рассказывает то, что балз с кулисами сейчас просто. А как он ждал в гримерке, пошел обратно. В общем, спасибо, Пиле, возвращайся к фанатам, они тебя ждут. Ну, это прекрасно, если ты такой футболист заценил и оценил. Непонятно, подвязка. Я бы, ну, надо было делать упор тогда на то, что я заценил и мне понравилось. Это как-то прошло вскользь. Слушайте, ну, мне кажется, сейчас наличие Пиле, оно не обязывает больше каких-то других подвязок. Пиле уже икона футбола. Виноватся и через все поле. Интересно. Соревнуйся на уровень выше. Новые способы играть. Ну, давайте отправимся на поле и узнаем, что нового. Уверенность в вороне. Да, мне очень нравится эта традиция. Всем фишкам придумывать какое-то красноречивое название. А, когда у них были не ошибки, это они просто выкатывались. Это анонс, да. Мы не замечали вот эту фразу, что через 15 минут. Да, да, да. Мы-то думали, что это же какая-то неполадка. Извините, что все красиво. Это, кстати, очень хорошо. То есть, тебе не интересно, вот мне, допустим, про футбол, Амир Усейч через 10 минут следующий будет. Пойду-ка я за чеком пока схожу. Все-таки полтора часа сидеть это как-то такое дело. Но это очень правильно, на самом деле. Я бы сказал даже так. Демократично со стороны. Демократично со стороны. Прям я ожидал. Так, ну ладно, вернемся пока в шахе. Моменты в Месси. Волшебство происходит на экране, друзья. Все традиционно. Мы улучшили защиту, мы улучшили середину поля, и мы теперь еще и нападение тоже улучшили. Все улучшено. Месси помогает. Приехал, как обычно, Месси. Мы с него сняли все его движения, поэтому в игре он будет один в один. Единственный человек один в один во всей эфире. Ну, кстати, нет. На самом деле, в Месси уже давно были свои собственные мокапы, но они, видимо, теперь будут еще более актуальными, скажем так. Гарри Кейнг получит 3D-лицо. Мы уже видим по этому ролику. Это тоже всегда меня... Мне было важно, у кого будет все-таки не дженерик, а у кто будет смотреться здорово издалека. Переходим к следующему пункту. Ну, в чем, интересно, будет заключаться соревновательность? Неужели добавят вот эту вот аводочку, какой-то, какой-то маркер такой. Ну, я надеюсь, это будет заключаться в опциях очень странно. Так, прикольно. Вот с этой стрелочкой... Но стрелочкой-то очень круто. Этому прям очень не хватало. Вообще не смущает. Да, вообще не смущает. Это то, что было очень давно. Ну, как-то вот... Она была в Тифе 2016. Да, 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 я помню. Это было еще в 1994. Тихо, тихо, тихо. Потом. Самое интересное. Так, девушек тоже самое захватывали. Мужен кепчером. Лица. Ведь главная опасность, что это типа к мужским телам прикрутят женские головы. Ну нет, вроде как есть при них все. Но все равно мужиковатно они выглядят, но наверное... Они бутболистки, да, поэтому странно требовать от них чего-то другого. Значит, все остальные подробности будут выходить в течение лета. Ну тоже, как обычно, не вываливают сразу на нас всю информацию. Очень горят с тем, что Пеле, он у них побывал на сцене. Опа! А вот это неплохо, сейчас все обладатели учетки, видимо, которые играют в Ultimate Team FIFA 15, получают по 5 матчей Месси и Пеле в аренду. Круто? Ну да, это очень-очень. Так, Capturing Game. Ага, больше 3D-моделей будет у стадиона. Ооо, какая красота! Берлин, Olympia Stadion. Нет, графон... Ну пока не особо. То же самое. Новые, опять-таки, новые системы сглаживания. Ну если это все естественный футаж... Парфигровки добавили. Да, наконец-то. Не только Месси. А в принципе, не было датуировок раньше. Нет, были-были. Были только пользователями созданные, по-моему. Я не видел ни рукавов, ни у кого. В общем, как всегда, на самом деле, FIFA... Нет, возможно, в последних версиях уже было. Я, возможно, не обращал внимания. FIFA подтянули там, подтянули здесь... Нет, здорово. Выглядит все отлично. Оно уже и сейчас выглядит отлично. Теперь выглядит еще лучше. Как бы, жаловаться-то на... Так с каждым годом. Вставляющие визуальные... Вообще нельзя было никогда. А теперь, видимо, поработали со светом. Приятнее смотрится закат. И вообще... Нахакост. Вот эти ободки на частях тела людей, футболистов, то бишь. Что тоже придает реалистичность. Ну, в общем, друзья, это FIFA. Она точно не станет хуже. Изменился ли геймплей, я думаю, мы уже узнаем по демке, которая выйдет, как обычно, где-нибудь в середине августа. Играйте красиво. Ну, Жога Бонито, видимо, возвращается в сердца разработчиков, канадских наших друзей. И снова выходит симпатичная мадам. Я не ослышался или нет? Да! Mirror's Age. Это то, чего я очень жду. Вот прям очень. Мне реально очень понравился первый Mirror's Age. Я его долго-долго ждал. Его откладывали, переносили. И я прям как упертый баран ждал и ждал. Наконец-то, неужели дождался. Посмотрим, что же нам предложат. Поскольку... Ну, опять-таки, отравений, наверное, не стоит каких-то ждать. Это должен быть просто тот самый Mirror's Edge с новыми уровнями и новым игроком. Да, а я и не желал от него, что там добавили... Механики, потому что все в нем были и так прекрасные. Прекрасные, инновационные на тот момент. Я играл в Mirror's Edge, наверное, буквально пару часов. И я прям... Мне просто стало скучно потом. Ну да, ну не знаю, мне кажется, что там все... Ну, половина, так скажем, игроков. Да, играть в такие игры. Конечно, она довольно однообразная. Ну, несмотря на какие-то... Палитра у нее такая очень интересная. То есть она белая, с таким... Ну... Да, мне это понравилось. Но, опять-таки, из-за того, что палитра не меняется постоянно, да, глаза быстрее устают и мозг от таких. А вот смотрите, пожалуйста, смотрите вот на это и вообще завалите все свои эти... Недовольства. Вот это уже, да, другой разговор. Это круто. Это круто. Зарей, прям вообще дождичек, как на... Да, живой город вокруг. Круто. Что это в воздухе висит в себя? Ну, там же футболистичный аппарат. Мир утопия, это... Враги, враги. Вертолеты, все там проще. Ну-ка. Ну, это можно строить. Выбор появится. В общем, будет, походу, что-то близкое уже к открытому миру, а не к... Ну, да, в первой части все-таки... Нет загрузочных экранов, нет границ. Апп-ту-ю. Крука. Вот это вот, это здорово. Пейт, правда, как-то внешне очень поменялось, из-за чего много мне во всяких вышло. Но это, в общем-то, не существенная часть игры, я бы так сказал. Да, выбором... Да, она стала детализированнее. Выбор, хотя прохождения, конечно, было маловато в первой части. Хотя обещали много, получили мало, и теперь, если это открытый... Но они были, но иногда. То есть были моменты, где да, можно по-разному пройти, а были, где обязательно вот так, и это иногда... Так, ну-ка посмотрим, посмотрим. Так. Так, значит, это у нас футаж, опять же, из-за игры прямо-таки. То есть мы можем рассчитывать, что такую картиночку мы увидим в итоге. Ну, не сомневаться в возможности фронтбайта, это один из самых технологических движков в своем мире. Пожалуй, только Unreal Engine 4. Да, не рутопия, значит, у нас есть бороться. Я так понимаю, злодеи главные тоже. За свободу надо платить, говорят. Но если ты тинейджер и не такой, как в серии... То жизнь — странная штука. Мне интересно, кстати, это предистоит ли или продолжение, потому что здесь у нее как-то ратуировка появляется в трейлере, да, может, и все такое. То есть это как... А не исключено, что Боут. Может быть, он будет как-то эпизодически. Хотя, непонятно. Но здесь ратуировка уже есть, вроде бы. Просто девчонка бегает по крышам. Вот эта атмосфера, послушайте, послушайте. Это свобода, типа. Вот такая музыка, очень приятная, мелодичная. Ну, паркур. А зачем люди занимаются паркуром? Это просто парни, которые бегают по крышам. В этом суть. Ле паркур. Ле паркур. Ну, с ней голод разговаривает. Ничего себе. Морган Фриман. В образе бога есть, говорю, со всеми. Да, да, да. Феврале. Так, 23-го, 16-го года. Что ж, я вот к этому моменту. Все, я прям готовлюсь. Готовлюсь. Я, действительно, поиграю, но, по-моему, серьезно, очень жду. Это две прям хорошие характеристики. Дальше какие-то у нас вставочки. В общем, снова футбол, ну, что-то спортивное. Это Мэден. А, ну, ребят, давайте. Я посмотрел. Позовете там минут через 15, когда будет что-то другого. Это уже, я думаю, меньше. Я очень жду Баттлфронт, но Мэден, да, это важная часть. Нет, я очень жду геймплей Баттлфронт. Прям жду-жду. Я больше жду Баттлфронт, чем FIFA, потому что FIFA всегда FIFA, а вот Баттлфронт это прям new hope. Сейчас выйдет в какой-нибудь качок, небось. NFL. Привет, всем, я Шан Грэдис, сенера-продюсер от Madden NFL. Шан, это был замечательный пример. Для нас это чуждо, я бы так сказал. Да, это для спорта совсем не популярен в нашей стране. Американская, в общем-то, забава. Захватывает. Ну, чем захватывает? Ну, чем захватывает? Ну, кто играл? Ну, я смотрел, я не играл. Ты смотрел, как играют или, ну, как бы, в реальности? Да, да. В реальности. Я, наверное, не знаю, что за правила вообще. Что там на деле? Мужики становятся стенками, там есть две, так понимаешь, команды в одной. Ну, которые там были... Две команды в одной? Две команды в одной. И надо определить, кто против тебя внутри твоей команды. Ты знаешь только имена. Погоди, одна ставит защиту, а другие тут какие-то нападения какие-то. И вот они там за этим мячиком перепитывая его, и кто-то летит. Это ты сейчас женский футбол описал. А в американском футболе нет. Там очень много тактики, на самом деле, очень много. Это как шахматы. Да, очень тактическая игра, очень интересная. Потому что тут пауза силовая. Пауза тут идет каждые 10-15 секунд матча. То есть в футболе мяч выходит там за боковую или фольятлю, ну, там, пару раз в минуту. А то бывает и целую минуту в минуту. Там же динамичнее получается. А тут это да, да, да. Она менее динамична, но она концентрирование динамична. То есть здесь... Здесь и текунь пляса! Да, Пауз. Взрыв, взрыв. Взрыв. Это как, не знаю, как бойцовые собаки. Вот их держат, их отпускают, они... Их разняли опять. Мне кажется, что вот именно американский футбол, на мой взгляд, это единственный командный вид спорта, где можно увидеть настолько разных по комплекции игроков, представленных в одной команде. Я имею в виду, там есть абсолютно сухие бегуны. Ну, это зависит у них от... Конечно, да. Ну, просто даже... Я не думаю, что вот в хоккее ты можешь увидеть настолько большую разницу. В хоккее в футболе нет, в баскетболе бывает. Там первый номер может быть и сто семь с ростом, а второй номер, ой, второй, пятый номер может быть и два-два. Ну, вот, возможно, только что в баскетболе, но в американском футболе особенно ощущается... Ну, два самых национальных, помимо бейсбола, бейспорта в Америке... Бейсбол все равно намного популярнее, чем все. Да? А ты можешь мне объяснить, как число бейсбола? Я вообще не знаю, ради чего он занимается. Серьезно? Ну, вообще, да? Бейсбол... Я вернул мяч, отбил, побежал. Это очень хорошо футурами был этот какой-то там... Я вообще не понимаю фонт этого бейсбола. Такая, там есть хотя бы тактика какая-то? Эй, вы че, я очень люблю бейсбол, суть, 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 бейсболу-то очень... Вы угораете или быстрее? Нет, это тоже американская болезнь. Это тоже чисто американская шкафа. Блин, да это клево, это очень захватно. Ну, расскажи теперь, Рюклуха. Ну, слушайте, давайте сейчас про американскую, мы сейчас спутаемся. Ну, подожди, это не для нас. Ну, как бы, да, че-то, вот ты будешь сейчас переводить, так же карточки американских футболистов крутят. То есть, прекрасно, пускай кто там любит это, смотрит, да? Да, ладно. Да, кому я надо, я думаю, тот все равно посмотрит в интернете. Хотя они уже закругляются, и ты не успел. Ну, да. Пошел бог. Сдал, не успел. Все, ничего. Так, опять и менеджер. Нет, они продолжают, они просто отправят. Они продолжают. Да, да. Хуистик человек. Он, видимо, не оправдал ожидания. Хуйди, оправдал. Так, Уинстон. ЛМ. Честерфилд. Все то же самое, улучшают графику, улучшают все в игре, физику, поведение. Не знаю, эмоции добавляют наверняка. Как и в других спортивных симуляторов, просто для своей ниши, так сказал. Зачем он тряпки любит, я не имею в виду. На поисках что-нибудь ставят? Полотенце или что-то? Я тоже, по-моему, полотенце, да. Полотенце. Нет, ну, руками же бросают мяч, он очень сильно пота намокает. Да, ты трогаешь потных мужиков. Естественно, это полотенце. Просто, чтобы руки были светлыми. У футбольных батарей, например, тоже есть полотенце всегда в воротах. Они тоже, потому что в перчатках играют. Ну, в общем, углубляется геймплей, становится возможным ловить мяч по-разному теперь. Ну, то есть самому решать, будешь ли ты бороться за мяч, пока он еще находится в воздухе, и ты будешь стараться вылететь. Или стараться вылететь. Интересно, вам на копочку. What are you doing, man? Сейчас попробую вернуться обратно, что ж такое, ребятки, ну-ка обратно. Аренда твич-канала и стекла, может, неожиданно. Таааак. Айди, лоудинг. Давайте посмотрим, пока идет загрузка. А там на ютубе есть, что ли? Я уверен, что должна быть. Или это у всех упало? Мне кажется, у всех упало. Оффлайн. У нас, только для наших. Оффлайн. Ну, раз оффлайн, значит, у нас-то есть интернет. Ну, если обновляется, то точно есть. Да. Так, вот это неожиданно, конечно. Потому что до сливок... Эй, эй, стоп, я еще не посмотрел про Mass Effect. Вы что, ребят? Мы не добрались до Mass Effect, они до Battlefront. Уважаемые ребята. Вон, все, R, I, P, E, то есть это не только у нас. Это не суть. Все. Эй, эй. Алло. Короче, смотрите, две команды. Да какой две команды? Где Mass Effect мой, я не пойму. Вы что, ребят? Я про бейсбол. Ну куда вы закончили? Ну-ка обратно. Друзья, скиньте ссылку, пожалуйста, в комментарии, если у вас есть рабочие. На ютубе, говорят, есть. На ютубе? Ну попробуй на ютубе зайди прямо сейчас. Давай. Ну не, это не туда. А. Я туда. Так, все, красава. Здесь дублируется, хочешь сказать, да? Ну-ка. Ну вроде бы да, вроде то. На весь экранчик. Вот этой кнопки почему-то нет. Погоди, погоди, погоди. Нет, нельзя развернуть. Да ладно. Угу. Вот тут можно. Закрой предыдущий кадр. Закрой, закрой, не переживай. Ну все, в общем, сейчас все. Так, продолжаем. Значит, у нас... Поехали. Это кто у нас? Питер Мур. Надеюсь, ничего важного не пропустили. Давай мы... Так, сейчас. Похоже, про нас опять началась речь, потому что они говорят, что очень много вложили силы в... Легендарную, мощнейшую сагу. Легендарных саг, да. Дайс, погоди. Дайс, погоди. Дайс, это все-таки как раз таки... Твитч ожил, похоже. Все, Твитч, спасибо, ты нам уже не нужен. Баттлфронт, естественно. То есть Дайс, это не только Баттлфилд. Да. Сага у нас не только Масс Эффект. Грязные любители... Масс Эффект. Масс Эффект, да. Хорошо. Я забыл просто как эти твари назывались. Ой. Ну, понятно, что и VR сейчас будет везде и повсюду. Покажите уже геймплей, пожалуйста, быстрее. Я хочу хотя бы поорать тут немножко. Я с утра, конечно, наорался. Тут ироничные друзья у нас в комментариях скидывают ссылку на трансляцию с Каногу. Ну, давайте. Аутентичный опыт, экспириенс. Стар Варс Баттлфронт. Мы очень оверэксайтед. Просто потрясающиеся. Давайте его не посмотрим. Игра сделана для фанатов. Людьми, которые... Фанатами. Ну да. От фанатов для фанатов. Да. Ну, надеемся, и это с гуд, и это саунд. Принцесс Лея. Шведский акцент. Не так часто ты его услышишь. Сигурлина. Сигурлина Инг... Э, подождите, я не понял, что... Ингвардашка. Там просто согласные. Ну, в основном, да. Да. Ну, лично в детстве она Дарт Вейдер очень боялась. И до сих пор при виде его накладывают какие-то печенья. Я всегда мечтал быть Сторм Трупером, и бегать и стрелять из лазера. И, в общем-то, с моей мечты решила воплотить при помощи... ...игры... ...Игры... ...Старборс. ...Бэтлфор. Да, модели где-то... ...неплохие. Ну, это было видно еще по трейлеру, что... ...Трейлер был просто... ...просто... ...вообще... ...я не верю в то, что так будет в игре. Так будет только в синематиках, скорее всего. Говорят, что... ...нет будет пиздец. Ну, камон. Фростбайт – хорошая же вещь. Но в онлайн-шутере просто... ...это лагать будет все дико, если такой графон постоит. Ну, то есть, будет здорово, но не так, как на этих скриншотах. Иначе я вообще себе вскрою все. Поза глупая, конечно. Аккуратнее. Тут уже Петр пообещал. Форзу гоняется. Пойдем. Вот такие, знаешь, звеления. Ну, Форза – это не так страшно. Форза – это хорошая игра. Ну, может, это, конечно, хорошая. Ну, может, это, конечно, хорошая. Поза глупая, конечно. Да, очень странно. Лицо снято здорово. А видели, да, как он плохо сейчас выглядит? Современно. Нет, я не видел. Он появлялся в эпизоде же, в третьем сезоне Шерлок. Актер. Актер, да, актер. Хубер. А, в этом, последний раз, я его видел. В «Кингсмене». Он играет в эпизоде, в самом начале фильма. Кого он играет? Ну, в какого-то там одной из заложников. Недавно смотрел. Ученого. А, который в начале. Это был он? Да! Я даже не узнала. Ну, он там, по-моему, болеет, че. Хотя, Маргарик, это тьфу-тьфу-тьфу. Маргарик, я что-то тут. Ну что, поехали. Да господи, хватит слайд-шоу-то показывать. Пишут, что из ютуба трансляция, не трансляция, а слайд-шоу. Ну, сейчас у них идет слайд-шоу. У нас? У нас. Здесь, вроде, все нормально показывается. Вы должны делать все, что вы сможете, чтобы уничтожить их. И, когда вы увидите много вещей, которые напоминают вас о такой иконической борьбе, когда вы играете в игре, в вашей дороге, все будет возможно. Это все было вынуждено на PlayStation 4, и вы увидите... Итак, геймплей, который мы сейчас увидим, был записан на PlayStation 4, и все настоящее. Никакого обмана. 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 Погнали. Вот смотри, какая тут графика. Ну, 60 FPS бросаются в глаза. Ну, это ютуб сейчас. Погоди, это ютуб сейчас бросается в глаза пока что. Вот это видно, что это хит. Это вот это, да. Это Battlefield 4. Да. Только с лазерами. Только, только, да. Только с лазерами. Ну, все равно с калашом, но все равно с калашом, да. С весом, модным, но с калашом. Ну, правда, посмотрите, очень похож. Ну, вообще все, конечно, очень хорошо. Уже видно, что тут похожи. Нет, здорово. Стрельба от бедра, конечно, меня немножко не то чтобы раздражает, но как-то я от нее уже очень сильно отвык и придется вспоминать, каково это. Потому что я вот недавно зашел в CS GO, думал, побегаю. Вообще невозможно. То есть я уже не могу без мушки играть в шутер. В принципе. Хотя раньше только так и играл. Но это круто. Это больше фана, меньше вот этого задротства, всякого пиксель-хайдинга и прочего. Ох, круто. В общем-то, Battlefront такой и должен быть. Пока мне очень нравится все, что я вижу. Прям очень. Да-да. Я в это хочу играть прямо сейчас. Я в это хочу играть больше, чем Fallout 4. Может быть, кто-то меня сейчас закидает в Сан Митрефоне, но вот так вот. Это Star Wars. Это Star Wars, и нету ничего короче, чем Star Wars. Нет, это не Battlefield. Это Battlefront. Нет, ну он прям отличается. Отличается, отличается. Естественно, это не Battlefield. Отличается. Очень сильно отличается. Тот же движок. Единственное, что между этими играми есть. Ну, ты играл в старый Battlefront? Нет. Ну, если ты поиграешь, ты поймешь, что он тоже ничего общего с Battlefield не имеет. Это шутер от первого лица и все. Баааа, вот это круто. Больше ничего общего нет. Ну да, я тоже очень хочу в это поиграть. Это выглядит так, что... А, ну, вот вам модный, но он сейчас во всех шутерах есть, режим защиты точки, захват. Мультиплеер, да? Конечно, мультиплеер. А эта игра, она исключительно мультиплеер. А там, то есть, нет вообще никаких... Сингл-мода нет. Вообще. Будет что-то типа режим обучения, в котором будут какие-то одиночные миссии, там, возможно, колоб миссии. Но упор, как и в Battlefield, на мультиплеер. Хотя в Battlefield сделали сингл. Ну, я обязательно не практикал совершенно. Но он, да. Он скорее, чтобы отточить свое мастерство. Хотя в Hardline он сильно отличается от онлайна. Поэтому... Крайне быстро. Ну и вообще оцените размеры карты. Угу. Вообще супер. Мы сейчас показали, смотри, с разных точек зрения. То есть, там один ходит и стреляет так, другой там в другой месте уже. Да, да, да. Этот вообще в танке... Вы заметили, что произошло? Смотрите, что он делает. Ооо, вообще. Опутывает ноги. Круто. Ну, прям вообще по классике, я бы так сказал. Смотри. Вот это хорошо. Все. Я хочу. Вот реально, я захотел. Да. Я уже давно захотел. Я прямо захотел. Это же вообще. Это вообще. Я очень надеюсь, что она так, хотя бы так будет выглядеть. Она будет так выглядеть. Потому что она, во-первых, выходит уже скоро. Ну, это же при Альфа. Опять же вижу. Мне вообще странно. Нет, не было надписи никакого при Альфа. Было написано. В начале. Да? Я увидел только что это Юнгейм. Да, да, да. Слово при Альфа я не видел. Ну, черт его знает. При Альфа это значит, что будет кто-то лучше. По идее. В общем мы знаем всякие. Различные. Когда были вот эти истории с подрезкой графики Watch Dogs. Там они никому не говорили, что это Альфа, не Альфа. Там они просто сначала показывали CG, а потом показывали геймплей, который был сильно урезан. А тут мы видим геймплей. Следовательно, это уже действительно тот самый геймплей. Я смотрю, ты в Battlefield 4 тоже не играл. В 4-й я пропустил. Я закончил на 3-м Battlefield. Ну в 3-м уже играл. Я работаю и все делаю, я так сказал. Нет, это понятно. Но... Опа! Ооо, джедаи пришли. Да, джедаи. Оооо! Тан-тан-тан! Ну это все. Люк против Дартвейдера, прямо на поле боя. Но это же вообще привет. Хорош. Давай Игни. Да. Ну как иначе можно было закончить... Как иначе можно было закончить трейлер... Круто! Даже женщина с шведским акцентом. Ты же зрители все права, молодцы. Супер. Все довольны. Я получил то, что ждал. В ноябре 17-го. Ждем. Ноябрь будет горяч. Ноябрь будет прям... Да, вместо Battlefield как раз таки у них. Да? Цикл такой немножко разбавился. Ну, разбавить надо все-таки. Каждый год что ли Battlefield выпускать? Куда вам? Это же не Assassin's Creed militia. Чтобы каждый год выпускать. Нет. Ты что, серьезно? Да, да. Где бы вы ни были! Ээээ! Найдите время поиграть! Масс Эффект! Все, я пошел, знаете, что? Ээээ! Ээ! Эээ! Ээ, ты че? Меня пошел. Две команды... Да какой две команды?! Где мой Масс Эффект? Где Масс Эффект? А зачем вам Масс Эффект? В смысле? Так зачем было травить душу в самом начале? Это же было явно из Масс Эффекта что-то? Там же было NN7 Да, это был Масс Эффект А какого черта? Полторы минуты и все Джефф Килли, ответь мне Что они за... А, серьезно Ладно, подло Давайте мы все-таки завершим как надо И потом пойдем расстраиваться Впечатлениями, в общем-то у нас много еще впереди Ладно, главное что Все остальное, что мы ждали, было Да, у нас очень-очень скоро Буквально через 35 минут Новая трансляция У нас уже будет... Sony Нет, Sony в 4 утра Соответственно у нас сейчас будет Ubisoft Ubisoft Поэтому ждите Петра Сальникова и Ксению Яхно И меня собственно Через уже вот-вот 25-30 минут Мы выйдем в эфир, поэтому оставайтесь с нами А с вами прощаются В общем-то... Михаил Кольбус и Евгений Чеботков Нам сегодня... С нами сегодня транслировал это Замечательно Я бы сказал... Да... Прекрасно Прекрасно Презентацию Electronic Arts Серега Так что, друзья, оставайтесь на Dreambox Все будет круто и Mass Effect Он в сердце Он в сердце Это самое главное Все, до встречи